блок недоблок необъяснимо но факт именно вот в такой формулировки короче на тенри что-то спереди стучит я не понимаю чем может стучать короче началось это как будто бы как будто бы постепенно но я могу ошибаться я в общем вот так вот камеру ставлю а вы послушайте это замечательные щелчки я чувствую прямо уверенный такой удар вперед и вибрации передается по рулю то есть мои предположения каковы я конечно надеюсь что это суппорта про стучат тут же у нас блять старых старославянские суппорты отстоят 90-х годов на плавающих скобах и в целом то они могут могут диски но диски-то новые и остается только то что рулевая просела подшипники рулевой просели и в мануалах от многих новых даже некогда мотоциклов писалось что надо проверять натяжение рулевой колонки по регламенту вот ночью это какое-то говно честно говоря причем это и чувствуется при торможении щелчок и на лежащем полицейском я еще как будто бы помню что этот под регулировки крутил может быть я так накрутился сильно разжал но есть равно рулевой лес проверять я что-то вот не доверяю всему что происходит сейчас саму центральную подножку и буду что называется посмотреть потому что этого точно не было и есть ощущение ну как я припоминаю что это начало происходить по нарастающим то есть начала слабее там сильнее 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 ну посмотрим еще и прям заломы вот так вот берешь и вперед-назад делаешь и у тебя чувствуется болтание вилки-то не ну это шморадами ступил хотел сказать еще разбила а бабы сова себя 10 раз ну нет то прям тянешь на себя тянешь от себя в интересном позе стою но такую позу не оставит 6000 пробега 6500 ну да болтается короче с рулевой какая-то ну а чё какая херня никаких тут супер загадок то нету просто просевшие подшипники идут это в принципе я не помню то ли от мт то ли от и ци . была какая-то история я читал мануалы почему то мне это было очень сильно надо и там регламентная проверка затяжки рулевой колонки была указана такая позиция волшебная и там что-то из разряда третьего т.о. то есть что-то типа в районе десяти тысяч километров ну в целом не могу сказать что мне сильно удивляет вот чем не туда подлезть только не очень понятно то что надо руль вверх поднять чтобы открутить рулевой демпфер потом гайку а потом уже подлезть по ходу маленькой трещоткой нам туда лезть или хрен знает вообще чем что-то не очень удобно ну будем сейчас залазить потому что явно щелчки есть и как видим подвеска вывешено это не подвеска не тормоза а именно какие-то щелчки ну очевидно в рулевой хули тут думать ты еще валять ебаный пластик мне тебя в рот наоборот чем туда залезть блять снизу длинная трещотка и через кардан блять но тоже интересно в принципе вот такая вот история ну что там сейчас это я надеюсь хейтеры уже активировались что тенри сломался ужас какой ужас какой блять этот мотоцикл видя любую яму и лежачего полицейского воспринимает его как вау смотри какая интересная преграда у нас на дороге а не повод тормозить конечно не шипники рулево слушайте прикиньте подлез о ебат ой все делов то еще раз подтверждение что наличие инструмента это в принципе залог успеха мастерской даже если это китайский инструмент не китайский инструмент даже если он одноразовый будет но он у вас есть любой инструмент лучше чем пиздатая нихуя куда-то гаечка тут легла у нас гаечка ты куда легла блять где-то на гаечка блять прилегла падать не собирается блять куда-то короче он делал ладно надо две руки все это делать посмотрю там покажу но походу моя теория права тут два варианта либо рулевая просела от того что я не дотянул проставку для установки рулевого демпфера либо просто просели подшипники вот кажись и все ну чё сейчас нам травишься ослаблять чик-чик и смотреть затягивать в целом в целом то что вообще возможно не вида мотоцикла моя что называется вина а еще знаете я сейчас еще вспоминаю возможно я тупой я это все ставил в тупыхах есть у меня подозрение что когда я перезатягивал траверсу после установки рулевого демпфера я вот эти вот болты не ослаблял и соответственно у меня был по факту изгиб на траверсе а не нормальное натяжение так что есть у меня подозрение что как всегда тюнинг хьюнинг ну и как всегда также человеческий фактор поэтому опять же когда вы говорите сделай как себе будьте осторожны в своих желаниях как себе я делаю очевидно очень хуёво всегда в ппх себе всегда все в самую последнюю очередь ну а в общем то кажется что проблема выяснилось не факт конечно сейчас за полчасика все это дело надеюсь решу вот и все у нас мопедом хорошо ну тут принципе больше и быть ничего не могло тем более как и говорю это штука возникала постепенно да винт винт он с меточкой нижней я не трогал винты когда переустанавливался так что есть большая доля вероятности непосредственно моей вины в этом проществе вся как происшествие регламентное обслуживание по факту ну чё в общем давайте я вам эту об итогах всего происходящего расскажу что же за прикол то у нас что блять за стуки в общем то дамы и господа блять снял я рулевую колонку нижняя гайка самого штока закручена до упора да чуть-чуть были прослаблены болты точнее верхний болт траверсы который верхнюю траверсу держит я регулировки себе покрутил блять все заебись я туда я обратно блять ну не могу понять но стук какой то есть все равно и этот стук возникал как я уже говорил ниже секундно а постепенно блять и чё догадались уже какого хуя суппорт разбираю я в том суппорте уже это сделал то что сейчас здесь делаю и стало меньше стучать блять сука вот где madden italy написано это значит блять бракоделы здравствуйте здравствуйте а знаете что это а это отсутствие смазки блять направляющих суппортов как вам такое прям как на ктм нахуй на новом найс заебись я просто в ахуя в целом этого следовало ожидать потому что когда у тебя мотоцикл разрабатывается блять цыганами для цыган это неудивительно в общем то как и со старым тенри от японского здесь только название на сиденье не мне мотоцикл все равно нравится какой на на его буду продавать но вот такая вот хуя тень а а вот тут я сейчас что-то не понял а у меня какого хуя на суппорте следы потертости а нет про . ладно я уж подумал блять еще и суппорт трет но это я бы вообще блять выпал находит этих цыган-производителей это было бы уже слишком жестко чего такие вам блоги нравятся когда моя техника новая блять святая вся отъебывая я на самом деле снял видео на тему у нихуя и по суппорту когда-то въебать успел прикольно а как я как я вот так то блять это что получается я защиту суппорта не просто так вот эту хуйню ставил нихуя себе впервые моя свистоперделка получила хоть какое-то оправдание вот это вот ничего себе это что же получается то что я ставил был не зря невероятный факт вообще из нашей деревенской жизни в общем тут такая вот история дамы и господа блять попал хоть колодкой вот вроде попал если не попал с ними так поездит блять нет приезд большое желание задницу прот еще посмотреть а чё там смотреть там то же самое будет блять я и думаю ну как-то отдают щелчки на тормозные диски то точно у нас без люфтов оказывается а вона ночью топ-суппорт если что я уже сделал а этот бля этот чтобы снять по ходу надо по ходу по ходу по ходу друзья чё надо сделать чтобы это суппорт снять направляйку выкручивать ну да скобу все надо снимать или нет или я уже туплю а да нет не надо что-то я сейчас по ходу и задний суппорт залезу хуйня какая-то а то сгниет все к херам собачьим ну что ж момент истины ни единого бля щелчка пиздец ладно надеюсь с этим стуком я разобрался и моя паранойя кстати чё хотел сказать то вся вот эта история с подножкой в общем подножку стоила 8000 рублей насколько я помню открыт был спор на алиэкспресс вот и вернули 5 600 и я хочу сказать что за оставшуюся сумму это просто офигенная подножка я вам скажу вообще теперь у меня китайцам нет проблем и вопросов то есть ну подножка грубо говоря за 3000 это очень хорошее предложение даже с учетом той ебли которая была а еще и грустные вести помните та самая шадовка на которой спицы не блестят и по ней еще и видос выйдет да я обслуживал ее в конце августа так сказать под конец сезона в общем грустно но и шадовка прекратила свое существование в общем то ну у меня здесь видео но показывать я его не буду потому что это все-таки интересы другого человека но в общем чем суть у тебя идет дорога тут вот ремонтирует мост делают и дальше грубо говоря вот ты едешь тебя раз полоса два три тут четвертый но тут ремонт моста и то есть она вот вот так вот изгибается тут едет газель что делает шадовка она правее правого пытается выехать а газель поворачивает потому что там поворот классическая история правее правого и в общем-то ну мотоцикл в том виде в котором он был прекратил свое существование и как по мне ну там владелец думает его восстанавливать после того как сам восстановится там чуть-чуть ключи три ребра вот но как по мне это не имеет ни малейшего смысла почему потому что той шадовки которой она была наверное она уже не будет никогда потому что но мотоцикла к которому подход когда у тебя должна быть наклеечка не каждая не выгоревшие спицы чтобы блестели ну после этого ездить на мотоцикле который весь по коцам как минимум на одну сторону не знаю как по мне это уже совершенно не тот мотоцикл ну владелец там сам решить что с ним делать ну я просто освещаю так сказать эту тему высказался в общем насыщенный понедельник уже пятый час а я должен был делать шадовку и девиля но как видим работы со своим говном вносит коррективы вообще-то я должен был помыть тенри возможно подготовить тому его чтобы уже заливать силиконом ну чё-то вот как-то пока не срослось а вообще к этому все движется в общем-то скором времени завтра наверное буду в разливать себе коном crf уже полы помыть надо вот и в общем-то все начинается история завершение сезона по факту потому что вчера я ехал ну в москве типа ночью 12 градусов а из деревни выехал 6 это пиздец но в целом нормально на самом деле если это нормальная обувь была и штаны и вторые поддевать потому что какой-то египт не наденьте если он продует поверх вообще замечательно все ни руки не мерзут ни грудь ни шея вообще классно тенри в этом плане ездить но это пока сухо а дальше то сейчас начнется мокро и мы все забываем на самом деле что уже сентябрь кончается а все все 26 градусов и все это как норму воспринимают а как бы камон сентябрь пацаны уже все сезон закончился он был просто понимаете настолько так сказать теплой и настолько сентябрь неожиданно летний что все перестали думать что вообще всему этому настанет конец но правда такова что конец все-таки настанет поэтому я и в деревне все помыл уже потому что есть перспектива что походу она больше не выедет ну кроме грезлика и бегвила естественно так что все грусть печаль а на самом деле правда грусть печаль но зато будет время наконец-то спокойненько вечером заказать жрачки и спокойненько посмотреть последний эпизод гран тура посмотреть на супер супер стариков которые до сих пор еще в строю и даже то что они выдают еще интересно посмотреть и на такой наверное стоит равняться когда-то в таком возрасте но еще несешь на себе хотя бы имитируешь того кларксона того мы того хамонда которых мы знали не знаю там с каких то годов было но я знаю что это всегда чуть не с детства у меня было когда ты у тебя утро суббота ты включаешь нтв а там топ гир в общем это такое на самом деле знаковая для приближенных к этой всей тематике штука вот и плюс естественно сериал точнее полнометражный многосерийный фильм асафьева естественно тоже хочется хороший такой расслабленной атмосферки посмотреть поэтому осень это такое в чем-то плохо в чем-то хорошо мне в целом на мотоцикле ездить то и по мокрому все фигня меня бесит что тебе потом надо мыть вот это вот с такими вот руками уже отмирающими вот это вот меня очень сильно расстраивает в такой погоде а так то в целом осень и осень пофигу ну грустно у тебя знаете у тебя во первых ну с моей точки зрения для меня что очень безумно плохо это теряется мобильность вот потому что ну ты перестаешь куда-то очень быстро доезжать решать свои вопросы быстро это печально ащут я сейчас смотрю и не понимаю а мне прям фотки захотелось посмотреть а нет не доебусь хотел сказать а какого хуя здесь есть пыльник на шарнире а здесь нету но здесь другой здесь открытый шарнир и просто пыльник а здесь полностью закрытый шарнир и у него с внутренней стороны пыльник ладно да ебаться не получил ухты ёпт его мать надо канистру менять в общем то вот такая вот история начинаем делать шадавана точнее разбирать и кстати прохладно стало походу толстовочку пора поддевать а то спине настанет пиздец я думал что починил тенери что нашел проблему стука но приехал товарищ и мы короче вдвоем решили попробовать проблему в общем он начал раскачивать мотоцикл в зажатом торгу ну вилку вперед-назад вперед-назад а я начал щупать стук и очевидно стало что стук идет снизу вот начали смотреть откуда же идет стука я думал что все таки ну суппорта что-то не то но прикол оказался в другом я уже сказал в начале что это начало проявляться вот ну относительно недавно и все сильнее 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 и чем ниже температура на улице как выяснил тем больше стук ну логично предположить что это наверное что-то с вилкой в итоге как я уже говорил сегодня я проверил рулевую проверил демпфер и руля смазал направляющие суппортов а нихрена проблема не ушла и проблема у меня в руках и почему я говорю говорю про температуру и про то что это начало проявляться вот именно сейчас когда на улице похолодало и да это тоже проявлялась исключительно когда ты на мотоцикле только начинаешь ездить когда-то на нем поездишь то уже проблемы не было часто уже понятно смазана ось но тем не менее как вам такое о даже слышно и да просела ось в месте посадки подшипников я пытался нагуглить информацию по этому поводу ну в течение дня но никто мне никаких ответов по этому поводу не дал ни у кого такой проблемы не возникает и тут два варианта учитывая вот это все мои акценты на холоде либо это ебейший тепловой зазор либо у меня просто просела ось ну очень классно очень здорово пойду куплю какой-нибудь старый 30-летний мотоцикл и буду счастлива ездить но это пиздец на самом деле это конечно все смешно забавно если это такой ебейший тепловой зазор то возможно это заменой подшипников изменится возможно это на подшипников такой тепловой зазор а если нет то это уже очень интересные проблемки и в общем кайф кайф и это реально не суппорта это реально не вилка не рулевая это прям конкретно стук снизу и снизу это только ось и в принципе вот этот люфт на ней тому яркая демонстрация и проявление подтверждения нашей общей теории в общем-то пизда то я бы сказал от слова пизда хорошего в этом совершенно ничего нету я мягко говоря в ахуе обложенько недобложенько в общем-то что произошло вчера с тенри в итоге вместо вот этого трансмиссионного масла которым завода смазана ось а я смазалась нормальной смазкой нормальные затянул стуки прошли в общем-то это мягко говоря удивительная история а я снимал обзор на магну вы не представляете это очень редкий случай когда у меня нет этого мотоцикла я не хочу его по-прежнему купить но мне настолько на нем понравилось ездить даже несмотря на то что это езда ну вот тут вот ни о чем но блин он такой классный мне так вот это вот магна понравилась шадовка драга ни в какое сравнение это настолько странные ощущения у ты сидишь комфортно у тебя капец какие прямые ноги он не заваливается он очень плавный но я снял полноценный обзор и там вы все посмотрите но у меня эмоция такой вау и погодка такая прям подфартила последние солнечные деньки чтобы снять магну еще бы тысячи сотую шадовка также снять девиль но там я чувствую уже будет октябрь я буду так вот так вот снимать обзор ну что поделать ну в общем то с магной мы закончили то что вы вы видите следующие кадры это величайшее везение потому что вот на этом поле полюшки я когда доснял обзор на магну и доснял блог сел ее пофоткать короче камеру проебал сунулся снимать снимать что-то не могу найти куда камеру положил и в итоге оказалось что я на картах сидел снимал магну и выпала камеру и каким-то чудом ее никто не нашел не увидел и прочее в общем кайфы и мы продолжаем наш блок недоблог и вот я никогда не делал магну и никогда не делал 1100 драгстар и вот он приехал и для меня есть огромная проблема потому что надо сделать его так чтобы не сделать его хуже просто его состояние для 2008 года с белой рамы без единого пятна ржавчины но это что-то из цикла фантастических явлений то есть то шадов которые спицы не блестят а которые теперь разбита вот она конечно ну наверное меркнет на фоне состояния вот этой вот драги который еще и на год старше это конечно да состояние мягко говоря потрясающе вот ну будем чуть попозже делал сейчас доделаем шадовку тысячу сотую и будем закатывать собственно его я все он додавили никак не дойду но очень скоро и до него дойдут руки что называется вот а магна сейчас финально будет залит антифриз ну удалит антифриз все проверено ничего не течет все срабатывает все работает и в принципе ее можно отдавать вот а завтра надо заехать general mode как всегда за маслом помыть окончательно к вас видимо и ставить его уже crf в подготовленные за силиконе поставлены с трм тоже самое надо все подготовить его хорошенько отмыть и продолжить ездить на исцель ну и может быть в этом случае на тенри еще погода будет позволять ездить куда-то далеко а так как будто бы и все блок не до блок а я короче этот магну отдал после чего у нас шадовочка на колесах уже встала по сегодня временный день без день опять потому что пока я съездил за водой для гаража пока я съездил general moto масло забрал пока туда пока сюда пока помыл tr пока смазал пока помыл полы в гараже поставил на хранение уже окончательно и все вот короче вот так вот день и кончистом артем заехал владелец вот этой шадовки он приехал на своем мото гудс v9 я покатал снял обзор на v9 говно не мотоцикл ну ладно прислали с петропавловска камчатского карбюратор гай плохо едет а короче вот плунжер у него ускорительного насоса должен быть вот такой то есть мотоцикл мало пробежный но очень долго стоял а в итоге у него ускорительный насос не открывался полностью а теперь смотрите почему то есть вот этот пункт за же ставится вот сюда и и он подпружинен и мотоцикл пока стоял алюминий с металлом отлично сработали или плунжер просто-напросто сожрало все усилие пружины то есть порядка 5 миллиметров и естественно у нас шток вот этот вот он у него был недоход во первых то есть он срабатывал поздно и он не мог продавиться вообще никакими путями ну в общем то такая вот у нас незамысловатая история но главное что этот уже на колесах уже как-то повеселее чем эта недвижимость михаил поехал на и сели прокатиться там он стоит святой drz если что drz михаила продается вы его в принципе можете на авито найти на автору по моему да тот самый у которого фара джебели стоит в общем подвеска от эски короче на самом деле классный аппарат но он на нем уже накатался за 550 тысяч продает и вон он как раз летит гоночный блять так что drz у нас продается вот вот подсветили фары эту красоту если кому нужен то в принципе ну вы его найдете во первых на авито во вторых можете мне в личку написать я дал дам контакт чуть-чуть блога не до блога я сегодня вообще честно говоря не очень понял куда прошел день у меня даже если сейчас сейчас надо сфоткать меня сейчас спроси а что я делал сегодня а я скажу что я не знаю что я делал несмотря на то что в 12 часов я уже был здесь и на что я потратил целый день я вообще в непонимании честно говоря ну вообще инструменты я съехал 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 у меня куку уже купил немножечко вот эту вот очистителя вот пока есть возможность немножечко восемь штучек а вот что взял ну карбюратор я разобрал от дыра до конца вот по первому заходу его даже почистил целом ну жизнеспособно выглядит ждем когда придет прокладка с алика будем подбирать топливный колодец потому что здесь конечно все уныло уныло все такое зеленое то есть все это окислы и как владелец говорит что он нормально работал только снята ну только по причине того что он тек я не знаю то есть мотоцикл которым абсолютно сухое все один мотоцикл чтобы был нормальным надо разбирать полностью и делать полностью вот она чуть у меня вот пробовал я может быть 40 минут потратил в общем начал ты тут ножичку делать конечно ленты надо покупать нормальные на этом грызть это все очень очень тухло но хотя в целом тут наверное три миллиметра уже снял вот и тяжесть в том что я не умею это делать и хочется типа чтоб на клины лезвие шло чтобы и более-менее плоскости были ну то есть первый раз жизни сделать хорошо они из-под топора вот это все ради того это с ней из-за того что однажды он воткнут и у меня вот здесь предмет в общем что однажды то ли на кладбище то ли на фундаменте я нашел вот тот нож а то не удивляйтесь тому что я говорю потому что там переместом мы из разряда копари чернота вот эта вся копала лет 10-15 там каждый год все перерывают и в чем суть то есть там скрытый фундамент скрытая печка явно эмалированные вот эти вот от кирпичей остатки и тут же кости с могилой раскопаны чуть ли не под фундаментом и там такого множества то есть это абсолютно неудивительный факт вот а ну ты это шадовку я сделал дать ну как не доделал я масло слил масло там чернота просто ужасно антифриз поменял бак поставил щитки сидение все вот эту вот фигню а ну на проводку провода вывел а ну тут все болты естественно отворачивал все это посорвано ну в общем классика ты на какие-то безумные мелочи тратишь как раз то самое безумное количество времени и не понимаешь куда уходит день потом по итогу частно говоря мне от этой шадовки уже малостью сжога и и при скажем так небольшом количестве работ время ее нахождение у меня она какое-то запредельно колоссальная но мне еще завтра надо поменять сцепление и надеяться на чудо что вздеки будут сука то сцепление которое должно быть на этой шадовки вот и свар . все как я люблю надо сделать крепление для этих ебучих поворотников ради того чтобы и зачем-то с родных мест захотели перенести стояли не тужили жили дружили но вот ладно а по факту я уже давно должен был заниматься девилем и драгой а вообще у меня какой-то вот это вот началось неделя состоянии нестояния в общем ты не болеешь но у тебя какой-то сонливость сопли из ниоткуда и в общем-то да но единственное чему я радуюсь что я сейчас езжу на и сели наконец-то это меня хоть как-то радует потому что на нем ездить на самом деле прикольно то есть такой очень очень забавный мопед я говорю по трассе на нем ехать но ты получаешь какое-то неимоверное удовольствие и только не по трассе по городу ты же настолько плавный мотор что ты едешь вот эту вот сотку а ты не хочешь больше никуда ускоряться тебе так комфортно так кайфова чем красота а куда ушел день я вообще не понял а еще надо стоять и блять масло поменять фильтр зимаш скором вообще по-хорошему если есть заниматься ее надо ну хотя нет рано еще наверно шипы переобувать вдруг еще в октябре в деревню поеду когда грязь будет хотя я честно вот не понимаю на кой хер на тойоте переобуваюсь каждый год если по факту мне она должна стоять всю жизнь на зимней резине и все потому что даже если мне куда-то надо будет доехать за эти 100 километров сильно она не износится по факту машина просто стоит и и всю и нихрена с ней не происходит в общем очень хочу доделать шадовку снять на нее обзор или забыть как страшный сон она мне с одной стороны нравится но об этом я в обзоре скажу с другой стороны она мне так надоело здесь вы даже не представляете вот как то так навалим не чуть 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 блин башка болит капец навалим чуть блога не до в общем toyota я к сожалению для себя решил поменять в ней масло вот вместе с маслом чуть-чуть долил жижу бура чуть-чуть долил тормозную жидко чуть-чуть долил антифриз и чуть-чуть кончился потому что я ненавижу машины еще поменял масло еще поменял воздушный фильтр еще сел аккумулятор и все это приправлено тысяча сотой мать ее блять шадовкой как меня этот мотоцикл заебал как видите поворотники до сих пор висят почему они висят потому что не стоят не стоит у них возраст у мотоцикла уже такой что не стоит все это шутки конечно прибаутки но я забрал диски сцепления они подходят блять удивительно вот прикиньте прям 88 год указано прям шадов прям 88 охуеть просто они подходят но когда я снял корзину сцепления точнее крышку я не увидел привычных пружин а все это держится вот такой вот гаечкой до под короночатый болтик и чтобы вот это вот короночку купить я нашел ее в продаже плюс-минус такую же но не точно что подойдет по размеру в общем эта головочка стоит почти 30 тысяч рублей понадобится она мне один раз жизни в результате чего к большому сожалению жертвой пала головка на 27 с которой я четыре часа колдовал я ее протачивал внутри протачивал снаружи нарезал вот эти вот шлицы и делал ей условно отпуск металла поэтому она такая синенькая перекаленная чтобы когда я буду набивать на эту обустанную гайку чтобы она не сломалась как понимаете я даже близко не подошел к тому чтобы на вот этот вот чудесный аппарат век бы его не видеть сделать крепление поворотников я похоже этот мотоцикл не доделаю никогда дай бог что у меня хватило сегодня сил терпения скрести прокладки что там что там поменять сцепление наконец-то и залить масло в этот чудеснейший пылесос может быть я просто устал может быть что но вот так вот и что-то на улице дождик есть самые приятные мысли по поводу того что в деревню я не еду и от этого честно говоря становится грустно на машине пока ехать не хочется вот такая вот у нас грустная песня сказочка не знаю больше что сказать я уебался честно может быть если я не поеду деревню это даже но и к лучшему я отдохну а может быть и нет а еще прикиньте прикиньте куртка альпинистаровская продалась елки-палки теперь у меня есть даже 19000 из 32 необходимых а это значит что он наверное я все-таки поеду и куплю никуня не уверен конечно что они есть по факту наличие размер подойдет но надеюсь что я куплю бота и осень доезжу условно как человек такие вот сказочки короче ладно надо карп еще делать этот адр и много чего еще надо делать а у меня сил нет желания так блок недоблок о том как я не переношу машину в общем-то священная тойота скоро нам на ней ездить поэтому необходимо было заготовить заготовить подготовить в общем проверил жидкость антифриз не антифриз масло поменял наконец фильтром воздушный фильтр поменял вроде даже дожди кончился хотя бы сейчас на и селе домой поеду спокойно я не помню я говорил нет у меня уже короче 12 часов сейчас и у меня совершенно не варит голова я не понимаю чем происходит в мире вы меня даже наверное не особо видите его чудо мое место даже никто не занят такая красота вы слышите скрип телеги да потому что я передвигаюсь на старой телеге и никак иначе потому что скрипит блок верхнего рычага один паскуда ну в стоит и у нас все вроде хорошо останется потом ее переобуть я не помню я на не сейчас повторяться будут те другой стороны кто это посмотрит в общем то воздушный фильтр я поменял черт знает когда это делал последний раз вот потом непосредственно поменял масло и вот по маслу загадка я наверно со всем это обсуждал по телефону и думаю что я все это проговаривал думал что я на камеру говорю наверно нет короче в чем прикол то а прикол с маслом в общем масло каждый раз на уровне уровень каждый раз проверяешь по верху я заливаю 4 литра хотя туда заливается 38 вот масло всегда поверху по щупу но в чем загадка всего происходящего загадка в том что когда ты масло сливаешь в канистрочку то почему-то вместо условно там четырех литров до сливаешь 2 и 6 2 и 7 и для меня просто загадка черные дыры куда пропадает больше литра масла если по уровню по щупу с ним все хорошо вот как это я не понимаю но но вот есть и хочешь не хочешь начинаешь верить мистику также я верю в мистику относительно шадовки теперь уже еще сотый мистика заключается в том что есть теория очень смелая по которой я ее доделал в общем представляете я поменял сцепление со всеми вот этими вот здравствуйте сопутствующими мучениями она даже работает с первого раза она не потекло вот мотоцикл заводится я даже а рамку эту долбаную сделал под поворотники и даже и загрунтовал и даже покрасил даже до понедельника она висит сохнет а после чего я его устанавливаю снимаю на него обзор и все будет хорошо и учитывая то что здесь короче прямо грубо говоря прикладываешь пакеты дисков один к другому и ты визуально видишь что у тебя разница по высоте на пакет по пакетам наверное миллиметр но это наводит на очень смелые мысли вот это крепление все все хорошенькое такое даже получилось наводит это на такие мысли что диски действительно были изношены и изношены критично прям а может просто новый пакет такое потолщение но в любом случае все работы по нему закончены карбюратор от дыр под собрал теперь останется только ждать запчасти а ну и все можно спокойненько что называется уезжать закат да я уже говорил что куртку продал и завтра надеюсь поеду бот куплю если по размеру подойдут в наличии они есть размер 45 очень хочется верить что не маломерка но у меня были как их форма бота 46 на 46 я надевал шерстяным носком ну то есть вообще они болтаются люто так же очень надеюсь что 45 дайновский будет полноценный никаких проблем не будет вот и на этом собственно рабочей неделе я завершаю я уже больше не могу четверг прошел а я ничего не снимал в течение недели не показывал потому что у меня очередное отсутствие желание во первых снимать блог то что блок это в первую очередь какая-то такая эмоциональная составляющая и ты снимаешь тогда когда тебе интересно а второй момент я понял что исходя из всех блогов которые снимаются они выходят за две недели по два часа то есть как минимум вот эти два часа можно умножить на два это время на то чтобы их обработать скинуть выложить да даже больше то есть порядка пяти часов получается за две недели и за эти две недели ну за пять часов можно дофига чего успеть а так как блоги ну их количество их просмотров становится просто ничтожно мало то есть какое-нибудь видео с переборкой карбюраторов которые посмотрят только те люди у которых эти карбюраторы она набирает гораздо больше чем блок и в общем настроение принципе но как я говорил блоге снимать нету плюс вот это вот но отсутствие какого-то понимания отсутствие понимания зачем ты снимаешь если это но люди в этом не нуждаются и по этой причине наверное это будет очередной последний блок на данный момент будет ли они дальше чертова знает может быть настроение появится будет а пока ни малейшего желания снимать ничего нету вот но по работам что у нас происходит у нас происходит разбор драги очень нервозный потому что очень стрёмно такое разбирать потому что она слишком хорошая боишься что-либо поцарапать в общем ну короче не очень мне нравится такое дело честно говоря не из того что я не могу из того что ну ты какой-то слишком нервозный слишком пытаешься скрупулезно относиться к своей работе может быть это даже не так и нужно владельцу но по-другому не получается а когда у тебя нервозность это твоя работа она какая-то такая очень ограниченная вот появился новый сотрудник у нас вот такой вот сотрудник очень прикольный прикольный тем что ну первый раз нормальный фен условно ну по моим меркам не за 2000 рублей в общем у него по-другому чуть вообще архитектура устроен то есть него 4 режима обдува а на каждом режиме обдува регулируется отдельно температура то есть не просто у тебя 123 режима а ты на каждом режиме обдува можешь регулировать температуру и наоборот это для меня очень офигеть какая полезная штука особенно когда ты чем там пленку не затягиваешь или еще что-то вот ну чё девиль тоже делается ничего интересного ну тоже шадовка тоже врx только наверное еще и удобнее в плане доступа до мотора до карбюраторов до всего ну единственное что доставляет это снятие пластика но тут проблема не пластика то что ну он из говна и палок слеплен то есть тут ну как всегда в россии вот это если отвернул ряд родной болт надо повернуться вокруг себя три раза выбросить его через левое плечо и поставить место болта саморез вот здесь тоже самое здесь оригинальных болтов 0 а чтобы отвернуть один пластик мне нужна половина мастерской потому что там и стяжки и саморезы где должны быть болты и болты где должен быть обычный под шестигранник там и шлицы крест и саморез ну короче вы поняли вот классическая вот эта история хотя так мотоцикл неплохой но те моменты где этот мотоцикл вдруг решил чуть-чуть сломаться его не починили его доуродовали дальше вот чё ещё чё ещё ну про сотрудника то что надо было сделать вообще еще год назад но как всегда мысль свежая в течение года в общем ну когда начал пользоваться печкой оказалось что очень удобно то там корпус воздушных фильтров какой-нибудь помыл очень удобно на этой штуке сушить детали все это происходит быстро плюс там погреть те же баллоны с краской я не знаю ну зима но можно много применений использовать и тогда еще была идея сделать сетку но я пошел дальше я в общем не помню откуда у меня возникло по моему что-то в деревне разбирались а я ради вот этих вот проволочек с которых иногда что-то гну такие штуки собирают и хотели выбросить металлом и в общем оказалось что если эту штуку разрезать вот так вот укоротить обрезать лишнее и сделать крепление то получается отличная полка для кота остается только завести кота и будет ратата вот так очень классно получилось есть зазор она широкая она не шире печки и покрасил просто на пофиг а получилось лучше чем когда стараешься то есть даже не обезжиривать это помыто щелочью просушено на солнышке и залито тем что был то есть здесь черный грунт по сырому грунту черная матовая по черной матовой остатки из баллона бронза который еще тул украсили и получилось как как-то очень хорошо прям мне нравится вот и тормозной диск от ttr который с red bull наклеечками был рейд старый старый ну в общем то так вот реально из говна и палок и получилось ну не самая красивая но точно функциональная штука прочная и самое главное что она мне была нужна идея они была свежа давно вот а больше ничего а нет забрали у меня альпинистаров скую куртку и я наконец-то купил себе вот сидя adventure 2 в общем ехал покупать боты формы но как казалось бота форма но то не про них были легенды что они как бы хоть и бюджетные но даже за их бюджет до них еще докопаться в общем ехать пока выехал покупать болты не дороже 30 ну вы знаете как сиди стоит в общем по магазинам если посмотреть 55 но удалось найти дешевле ну в общем то куртку то я продал все здорово но я за них теперь торшу денег за эти боты в общем там немного долго пришлось взять но это было просто отчаяние я перемирил все что только было а в итоге я одеваю сиди из разряда померить и понимаю что я попадаю в домашние тапочки и мне очень удобно по этой причине собственно вариантов не было я понял что надо брать все остальное неудобно давать там 20 30 за то что ты не будешь носить я уже такое проходил я поэтому все и продаю продавал вот а этим прям хорошо прям тепло и прям я наверно не сдохну осенью а еще резину периодически на авито вот такого выкладываю вида цвета от полутора до двух тысяч вот за два дня проданы две покрышки кто на ежа кто на китайцы докатать в общем стараюсь теперь вернуть занятые деньги всеми возможными способами надо вообще ночью еще дома лежит запчасти от мочек в общем есть что еще делать на достижение дня это вот эта полка она прям а то что я хотел его то как я видела вот она увидел вспышка любовь все совпало такая вот история крайне на какое-то длительное длительное время